Всем привет! С вами Наталья! И сегодня на завтрак у меня вот такое вот солнышко. Это арбузовая каша, тыквенная каша. Тыква частый гость у меня на столе. Ну, из-за того, что это очень полезно и вкусно тоже. Арбузовую кашу можно приготовить с рисом, с пшеном, с макаронами даже. Но более всего мы любим именно с рисом. И как я буду готовить эту вкусную кашку-малашку, посмотрите. Может быть вам понравится. Ну, нам она очень нравится. Ну что ж, начинаем готовить. Для приготовления каши нужна, конечно, сама тыква. И, в общем-то, большой кусок. У меня вот такая вот мускатная тыква. Видите, такая ребристая. Мускат де Прованс, по-моему, она называется. Оранжевая. И, в общем-то, для каши. Вот такая для каши, для больше сладких блюд. Значит, тыкву я буду тушить отдельно. Я нарезала вот такими кубиками. Сейчас дорежу. Ну, приблизительно у меня грамм, наверное, она вообще тяжелая. Приблизительно грамм 800. У меня такой вот кусочек. Полулитровая баночка, полулитра молока. Стакан риса. Значит, я буду тушить отдельно тыкву. Ну, а рисы варить на молоке тоже отдельно. Потом это все в конце будет мешаться. Ну, что ж, все, начинаю варить. Тыква у меня тушится под крышечкой. Видите, я добавила водички где-то с полстакана на ней, чтобы не приставало. И тыкву тушим до полного размягчения. Ну, когда она станет мягенькой, я ее толкушкой помну. И смешаю потом с рисовой кашей. Ну, рисовая каша отдельно варится. Молоко с рисом. В конце я добавлю сахарка. Как я сказала, сахар будет по вкусу. То есть, я не буду говорить рецепте, сколько кто как любит. Ну, вот, смотрите, рис у меня полностью разбух. И вот сейчас вот я выключаю. Еще рис не готовый. Но вот в таком состоянии я выключаю рис, укрываю крышкой. А потом буду добавлять к тыкве. До каши я сразу добавляю кусочек масла. Ну, грамм 20. Вот такой вот. И пока каша будет доходить, рисовая именно, она, в общем, будет в масле. Тыква уже почти готовая. То есть, она так размягчилась. Пустила свою жидкость. То есть, видите, как она у меня как бы в водичке. Ну, минут 5 еще потушу ее вот так вот. Вот в таком вот виде. И потом толпушкой помну. Если вы хотите, чтобы даже не было прожилок, то можно вот так вот погружным блендером взбить. Ну, мои дети любят именно так. А теперь я добавляю уже рисовую кашу в тыкве. И минут 10 перемешаю. Сахар добавляю. Ну, где-то 2 столовые ложки я сейчас добавлю. Вообще буду пробовать. Значит, и минут 10 еще она потомится. То есть, на рассекатель я ставлю, чтобы даже... Ну, на очень медленном огне, на очень маленьком. И она потомится у меня сейчас. Хорошо перемешаю. Ну, вот моя каша и готова. Посмотрите, вот такая вот она сытная, густая, настоящая тыквенная каша. Здесь каши, в общем-то, не каши, а тыквы, в общем-то, в процентном отношении примерно одинаково. Молока с рисом. Но она вот такая вот насыщенная, настоящая гарбузовая каша. Ну, что ж, если вам понравилась моя каша, она действительно очень полезная и вкусная. Ставим лайк. С вами была Наталья.